Hi everyone! Итак, что мы узнали в первом кусочке фонетики? Мы с вами узнали, чем отличается английский от русского по звучанию, точнее, какие моменты надо обращать внимание на долготу, на краткость звука гласного, на звонкость, глухость, чтобы не оглушать звонкие, и открытость, закрытость лога. Также мы узнали, где скачать памятку, всю сразу, всю фонетику в одном лице иметь перед глазами, и где взять, собственно, сам фонетиковый учебник Ефимовой. В любом магазине вы везде его найдете, это не вопрос. Или вот эту обрезанную версию, которую я использую для преподавания в режиме ПДФ. Идем дальше. Во втором, собственно, теперь уже кусочки начинаем так, как оно должно было быть, с самого начала, с алфавита. Прослушаем и еще раз обратим внимание на количество, разницу, обратите внимание, между буквами и звуками. Смотрите, 26 букв, 6 гласных, 20 согласных, должны каким-то образом передать 44 звука. Ну, не хватает много, да, сколько, 18 звуков, да, надо откуда-то изобразить. То есть буквам приходится работать в три смены, грубо говоря, да. Сразу же я вас призываю, учитесь писать курсивом. Если вы вдруг представитель молодого поколения, которых почему-то не учат писать курсивом, которые печатают, сразу же, пожалуйста, пропишите хотя бы один курс, не даже не курс, а просто возьмите вот, да, и курсив проработайте, чтобы вы умели писать, чтобы не печатали вот так вот, да, A, B, C, а спокойненько могли вот так вот прописывать. Поехали. Название букв. Зачем надо вообще знать английский алфавит? Я знаю многих людей, которые уже и пишут, и говорят на английском, но просто в ужас не могут алфавит продиктовать даже своё имя. Не только для того, чтобы уметь продиктовать, spell то, что называется, spell your name, please, да, проговорите ваше имя или там email address, адрес вот этот правильно произнести, да, чтобы не говорили по телефону ис точечка или эс как доллар. Это ужас, это просто ужас, это, ну, блин, ну, ребята, ну вы поняли. Всего-то 26 букв. Нам надо прежде всего знать английский алфавит, как называется буква каждое, название буквы. Визуально-то вы знаете, это латинский алфавит, он ничем не отличается от латинского, он и есть латинский. Но название буковки кодирует её потом произношение. Если буковка A, то она потом и будет читаться как A в некоторых случаях, понимаете? Если буковка I называется в алфавите, то она и будет читаться как I, ну, в том же слове B, быть, да, не B, а B, потому что она в алфавите I, вот к этому мы идём. Ещё раз. Поехали. Как это всё, sorry, как это всё будет читаться? Ну, хотя бы на слух, наизусть. Фонетика. Начинаем читать, писать и говорить по-английски. Автор книги – Ефимова Римма Николаевна. Фонетикс. Beginning to read, write, and speak English. Author – Ефимова Римма Николаевна. Page 10. The alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, E, W, X, Y, Z. Что мы видим? Давайте уже сейчас мы можем с вами рассмотреть транскрипционные знаки, зная название буковки. Смотрите, A, буковка A, A вместе даёт нам A, да? Это транскрипционный знак сейчас. Для транскрипции используется латинский алфавит, немножечко там греческого, немножко специфических знаков, обозначений. Мы пока сейчас минимум-минимума, да? Чтобы вы просто представление имели. B, всё понятно, да? С точечкой это длинная И. Вот это вот длинная И и двое точие означает её тоже долготу. Получается B, название буковки B. C, S и длинная C. D просто тут совпадает, да? Вот мы видим D, она и буква D, она и звук такой же. D, E, вот и наша F, тоже E и F. Вот название буквы вы написали, F. G, буковка G, не G, это G, да? Уже состоит G из вот такой вот корлючки. Вот это вот G, а перед ней D, получается G, как бы, да? G. И так как она называется G, вы ещё и длинную дописываете. Название буквы вот такое. H. Ну, A, всё понятно. А точечку не надо, внимание. Потому что вот это отличается от вот этой. Вот это вот краткое И, а вот это длинное И с точечкой, которая. Так вот, A. А потом Ч. Как передать Ч в английском транскрипции? Это ТШ вместе. То есть вот это вот у вас просто Ш, а вместе ТШ – это Ч. И чтобы написать H, вам надо A, E и Ч, да? Вот это вот Ч. Так вот на названиях буквы кучим первые транспционные знаки ваши. H. Ну и опять же видим, что вот пока нам только какие встретились необычные. Это вот это Ж и вот это Ш. Все остальные, это просто совпадает буквы, названия, латинские буквы с их изображением. Вы догадываетесь, что это значит, да? Смотрите, далее Ай. Вот такая вот А принята в транскрипции, да? Ай. Джей. Опять Эй. Уже запомнили Эй, чем передается, да? А Джи – вот это вот сочетание. Джей получается вместе. Буква Джей. Не путаем ее с буковкой Джи. Почему? Джей всегда… Это как джам, да? Вот слово джам. Буковка Джей будет всегда передавать именно Дж. Звук на письме. В произношении, в смысле. А Джи, ваша Джи, она будет как читаться. И как Дж, и как просто Г. Звук два давать, да? Это совершенно две разных буквы. Джей и Джи. Окей. Далее. Кей. Как мы пишем? Кей. Слышим Кей, да? И так и пишем Кей. Л тоже все понятно. Л. М. Тоже легкая буква для написания ее транскрипции. М. Н. То же самое. О. Вот тут внимание. Буква О называется О-У. Не просто О. О-У. Поэтому пишем О-У. Да? О-У. Она потом и в открытом слуге будет считаться О-У. Потому что в алфавите она О-У. Например. Н. Не но, а но. Видите? Поэтому мы говорим НО. Буква в алфавите называется О-У. Это ее имя. Изображение у нее. Вот вы бы сказали. О, это же буква О. Да, это буква О в русском и латинском. Но в английском она О-У называется. И так вот все остальные. Пи. Тоже как мы транскрибируем. Пи. Длинная, да? Кью. Буковка Кью. Что мы слышим? К. Есть. И Ю. Надо как-то изобразить теперь. Опять же. В транскрипции вот это Йота. В транскрипции она Й. Да? Ну и, соответственно, длинная У и получаем Ю. Ну и вот как? Ю. Вот так вот по алфавиту уже вы первые транскрипции уже, собственно, будете почти все знаки знать. АР. Р вообще там нет и близко. Там есть просто длинная А. Обратите внимание, это не та А, которая вот А. Это разное у них А. Да. Вот это вот сложность. Опять же говорю для русских, что несколько А, несколько И, несколько Е могут быть. Ну, Е именно чисто в звук, а Е у них нет. У них что есть? У них Е. Е. Вот это будет, как в слове ЕС, например. Е. Будет вместе сочетание давать. Вот. АР. Р не слышим. Получается просто длинная А. АР. Как в слове КАР. Как в слове ПАК. Да? Вот это она. Только в начале слова буква Р будет действительно слышаться как Р. Так. С. Буковку слышим. С. С. Тут все хорошо. ТИ. ТИ. Только она опять же не ТИ мягкая, а такая ТИ. Немножечко ТИ. ТИ. Чуть-чуть выше в небо у вас язык упирается. ТИ. 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 Да? Вот ваше. Не смягчаем. Не ТИ, а ТИ. Как будто вы отдельно ТИ говорите, а потом отдельно И. ТИ. ТИ. Да? Вот потренируйтесь вот так, чтобы это сочетать произнести. ТИ. 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 А Ю. Что мы слышим? Надо ЁД и У длинную, чтобы было Ю в транскрипции. ВИ. Просто вот это В и будет звук ВИ длинный. ВИ. ДАБЛЬЮ. Посмотрите внимательно на букву ДАБЛЬЮ. Она переводится как ДВОЙНАЯ Ю. Понимаете, почему ДВОЙНАЯ Ю? Два раза Ю написали. Вот и всё. Слово ДАБЛЬ, это слово просто переводится двойной. ДАБЛЬЮ. В транскрипции, что здесь только интересно, ну да понятно, да? А вот это, что за корлюка? Вот это корлюка означает звук, близкий к А. ДАБЛЬЮ. ДАБЛЬ, а потом Ю. Ю. А вот эта штучка означает ударение перед. Она ставится перед тем слогом. ДАБЛЬ, ударный слог, а потом Ю. Так вот это вот означает, что буковка ваша, вот это будет ударный слог. ДАБЛЬЮ. Вот вы и написали, получается, её транскрипцию буквы, название буквы. ЭКС. Как слышим, так и пишем. ЭКС. Всё легко. ВАЙ. ВАЙ. Чем В от О отличается? Вот это вот этот губной звук, который ВАЙ. ВА, ВА, ВА. ВАТЕР, ВАТ. У вас губы не смыкаются, вы как будто У-У-У хотите сказать, но не договариваете, да? И у вас получается вот это У. Ну и АЙ, вы уже знаете, как транскрибировать. ВАЙ, ВАЙ, ВАЙ. Вот буковка ВАЙ. Так, и последняя ЗЭТ или ЗИ в американском варианте. Она пишется ЗЭД. Просто ЗЫ-ЗЫ звонкая всегда в транскрипции будет, собственно, с буковкой ЗЭТой обозначаться. Да? Что мы видим? Из алфавита. Ещё раз подытожим. Что всего-то мы пока нашли. Сейчас мы перейдём к транскрипции. Мы пока нашли всего вот это вот значок. Ж. Ш. И, пожалуй, вот это вот, которое А означает. W. Всё остальное. Легко догадаться, что они значат, когда вы видите транскрипцию подсознательно. Вы интуитивно догадываетесь, потому что уже наверняка сталкиваюсь с жизнью с латинским алфавитом. Вот такой вот алфавит. Обязательно в разброс знать и уметь диктовать. A, B, C, D. Как подряд, как в обратную сторону, как в разброс. Хорошо тренироваться на названиях, на именах и на диктовке своего имейла. Да. Чтобы вот отдельно, чтобы не путать J с буковкой G. Чтобы не путать V и W. Понимать, да, где V, а где W. Чтобы не путать S и там, не знаю, A, I, E. Многие тоже путают. Вот Ай, Ай, это же вот эта вот буква, да? А И, это вообще-то Е наше, поэтому многие их путают тоже. Вот. То есть тренировка, и несколько раз продиктуете, и все будет хорошо. А вот теперь полная, собственно, транскрипционная штука наша, знаки транскрипции, Phonetic Symbols. И, собственно, мы к ней и перейдем. Давайте будем делать маленькие кусочки, чтобы вы усваивали по чуть-чуть. Пока ваша задача вот в этой десяти минутке хорошо произносить. Берёте любое слово, это то же самое вот, Phonetics уже перед вами, и пробуйте его произносить по буквам. P-H-O-N-E-T-I-C-S, да? English. E-N-G-L-I-S-H. Своё обязательно прописать, своё имя, отчество, patronymic и фамилию. Обязательно свой имейл написать, на каком бы там он ни был, mail.ru или gmail.com, неважно, чтобы вы могли по буковкам произнести это, уметь уже по телефону продиктать. Вот, всё. В следующем кусочке разбираем полностью знаки транскрипционные, фонетические символы, вот эти вот. Ну, мы их уже почти только что все уже увидели в названиях буквы в алфавите. Всё, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok